Сегодня мы открываем простые звезды. Здесь вы можете увидеть 17 папок и все это простая школа. Рядом со мной Никита Никитин и Дима Валеншев. Когда-то, пару лет назад, по-моему, была их выставка больше 3 года назад. Теперь выставка всех участников простой школы, преподавателей, всех тех, кто причастен к администрации. Вера Голлова написала статью. Я, наверное, без микрофона традиционно. Есть ли кто-нибудь, кто меня не слышит? Нет. Я без микрофона, как всегда. Все-таки хочется попросить всех экспонентов выйти сюда. Ну, хотя бы ненадолго. Всех участников выставки. Смелее, смелее, господа. Смелее, смелее, смелее. Скромность неуместна. У всех, 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 всех участников выставки выйти сюда, чтобы мы их видели. Потому что, потому что, да, 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 всех участников выставки выйти сюда, чтобы мы их видели. Да, мы их видели. Анечку. А если здесь девушка прячется? Да, прячется. А, сейчас туда не прячется. Я позволю себе начать свое выступление с некоторого интимного признания, которое я довольно быстро переведу в стиль искусловеческого обобщения. Интимное признание такое. В последнее время, когда я слышу слова «современность» и «новизна», я покрываюсь пятнами, начинаю чесаться и становлюсь агрессивно. У меня такая буйная аллергия. Знаете, я в этот момент становлюсь, в общем, довольно опасно в близком общении, могу много сказать и кое-что сделать такое не очень толерантное. Так вот, никакой энергии, буйной или нет, у меня сегодня нет. Я счастливо приветствуюсь в стенах открытого клуба, преподавателей и сотрудников простой школы, которые делают то, что делали в 1918 году, в 1919 году. И свободных мастерских, то, что делали раньше художники первого агарда, которые собирали мастерские, когда к ним можно было прийти любому человеку с улицы и научиться такой технике, сякой технике. Потрясающе, что сегодня здесь так много людей, потрясающе, что простая школа востребована, то есть люди хотят учиться живописи, люди хотят учиться рисунку, вот, и этим педагогам, к педагогам творчества, которые здесь представлено, есть чему их научить. И я передаю им слово с большим чувством благодарности, потому что это здорово, то, что вы делаете, это здорово, это очень полезно, потому что мне, знаете, еще секундочку, еще вот маленькое-маленькое интимное признание, но все раз печальное. Мне по роду деятельности приходится все время сталкиваться с молодыми людьми, ну, там, 18, 20, ну, там, до 25, так, немножко больше лет. И я понимаю, насколько же они обеднены школой в хорошем, в высоком смысле, им просто никто ничего не дал. Их упрекают в том, что им ничего не интересно, что они такие, что они такие. Довольно трудно, знаете, ждать от человека, которому никто ничего не сказал, чтобы он задавал какие-то вопросы. Он вообще не знает, о чем он его спрашивает. Он живет в своем мире. Не трогайте его, дайте ему знание, дайте ему умение. И я очень рада, что преподаватели и сотрудники простой школы, во-первых, дают это умение, во-вторых, очень много и хорошо умеют сами. Давайте их поприветствуем и предоставим их. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Я не буду говорить о самой школе, даже перечислять программ. Мы все равно провели слишком много времени, что мы написали за последнюю неделю, обновили наш рассказ о школе, мунифест, в каком смысле, что школа с собой представляет. И вот там вот он есть в письменном виде, вот, если кому интересно, прочитайте, пожалуйста, там все точнее, чем я бы сейчас сказал, и будет быстрее. Вот, я только скажу, чья это выставка, формальность. Что для нас вообще выставка, зачем мне нуждалась, где-то выставляться, кому-то показывать свои работы. Сделаю объявление о помещении, которое мы ищем, но воспользовавшись ситуацией. И все, я дам дим микрофон, чтобы он объявил выставку открытой. Не сбежу основного. Выставка преподавателей, основных преподавателей на момент подготовки выставки, то есть на момент несколько месяцев назад, которые владели простой школой, сейчас у нас появилось несколько новых преподавателей, все течет. Все занимаются разным, структурой, графикой, живописием, вы все видите. У каждого преподавателя, который сейчас здесь есть, у нас есть такой гаджет, и на какие-то вопросы можно обращаться. Если вас что-то заинтересовало, пожалуйста, приходите и спрашивайте, какие частные беседы, они вам много интересного рассказать. О технике, проработке и вообще все, что угодно. То есть мы здесь сегодня для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Люди с гитарами, которые здесь присутствуют, это гитарный ассамбль Москвы, это музыкальное направление простой школы. Те же принципы, изложенные к музыке. Одновременный учебный глух и Ем Сандер. Выставка. Почему вообще нужна выставка? И чего? С нашей точки зрения, художник и зритель, и водитель произведения. Что-то приходит художнику, он дает ему руки, все свое умение, мастерство, что-то рождается. Потом приходит зритель, смотрит на это, и только в момент, когда произведение смотрит, уделяет ему внимание, оно дышит, живет и существует. Поэтому как важна работа художника, так же важна работа зрителя, который приходит, понимает, уделяет внимание. И произведение может что-то ему сказать такое даже, что от художника ускользнуло. Поэтому мы просим вас о поддержке, в том, чтобы рассказать нам, что вы увидели. Лично или в книге отзывов, потому что, наверное, мы не успеем со всеми лично поговорить, просто очень много человек. Пожалуйста, напишите нам, расскажите, что вы увидели, что вы нашли. Не стесняясь в выражениях, просто как оно есть. Что-то нравится, что-то не нравится. Ну, бывает всякое, но есть это что-то. То есть, что-то не нравится. Суть. Зритель может увидеть те грани, которые художник не видел. Поэтому в каком-то смысле, когда мы общаемся с вами, знаем, что вы увидели в наших работах, мы смотрим на них сами вашими глазами. Ну, в следующий раз, как художники, надеемся, что мы все лучше и приносим что-то более пустовичевое. Ну, и так далее. Жизнь идет. Вот. Мы просим вас о такой поддержке. И благодарим вас за то, что вы пришли и уделили внимание, согласились на его усмотрение. Объявление. Пока меня слушают столько открытых ушей, простая школа ищет новое помещение. Вот. Если у вас есть какие-то идеи, где бы мы могли найти наш новый дом, поднутри третьего кольца, чтобы всем было удобно продаться, метров двести. Вот. Пожалуйста, напишите, скажите лично. Есть там объявления у входа. С мейлом. Ну, как угодно с вами свяжитесь. Потому что мы очень ищем. И у нас очень хорошо получается. В прошлом году мы нашли помещение. Подумали, вот там, бложественно прекрасно. На следующий день выяснилось, что там под окном, где играет уличный музыкант. Вот с такими колонками. Ничего нельзя сделать. Никаких нельзя закрыться. И это вот прямо за нас. Вот так мы попали в просадку. Поэтому, пожалуйста, если кто-то нам поможет, может помочь, помогите мне. Дальше нас ждет, сейчас мы откроем выставку. У нас будет какой-то перерыв. Можно проходить, посмотреть. Сейчас мы делаем палузу, чтобы послушали. И можем походить, еще раз посмотреть. Есть первый раз, кто сейчас подошел. И минут через 20-30, смотря, как тут будет все происходить, Дима у нас делает экскурсию по выставке, имели ответы на вопросы. То есть у нас будет возможность всем вместе поговорить. Вот. И в конце, если останется в порах, в роли полсвятого, может быть в 9 даже, гитарный ансамбль сыграет концерт. Если кому-то все еще будет хотелось этого. Спасибо большое. Спасибо, Никита. Выставка объявляется открытой. Спасибо. 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 Продолжение следует...